Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня. Хочу прочитать из притча Соломона, 20 глава, 20 стих. Где нет больше дров, огонь погасает, и где нет наушника, раздор утихает. Речь идет о том, когда два человека с друг другом начинают высказывать друг другу всякие неприятные дела. Один говорит, другой отвечает, и так они доходят до раздора, до скандала между собой. Никто не хочет закончить первым этот разговор, и так, в общем-то, иначе он будет слабым, поэтому продолжай. Бывают и другие варианты. Один другому хочет что-то сказать, вот так вот, и такой, и такой, а тот молчит, принимает, выслушает, говорит, хорошо, я услышал, я подумаю над этим. А он продолжает, продолжает. Потом под конец этот другой говорит, знаешь что, я думаю, что если бы ты меня знал еще лучше, чем я есть, ты бы нашел во мне еще больше недостатков. И так снимается напряжение. Раздора не получилось. Но, может быть, какая-то информация была и полезная в том, что была высказана друг другу. Был такой случай, один проводил, так сказать, служение, и потом он собирал служителей, спрашивал, что я неправильно, как я неправильно сказал. Ну и всегда были люди, которые говорили, да, вот это по-другому, надо бы это неправильно. И он потом говорит, брат, хорошо ты все сказал, но вечность покажет, кто из нас прав. Если я, то я буду, так сказать, согласен с тем. То есть он снимал вот так вот напряжение. А был случай такой, что двое, так сказать, тоже высказывают друг другу. Один очень крепко, другой, так сказать, больше молчал. Потом говорит, я вижу, ты хочешь поругаться, тогда поругайся с дьяволом, борись с ним, с ним, так сказать, да полезь. Ну все со мной. То есть есть вещи, когда мы можем вот оно снять напряжение. Просто, как здесь сказано, где больше дров нет, огонь угасает. И потом смотришь, и человек становится уже тише. И дело в том, что это все бывает в нашей жизни. Это не то, что откуда-то это все пришло где-то с кем-то, но оно встречается в жизни, и так важно. Конечно, есть люди вот такие мирные, они всю жизнь поставили так, что они со всеми старались быть в мире. Вот так мне сейчас придется хоронить женщину с нашей церкви. Про нее сказано, со всеми была в мире. И сама она, уходя в больницу, зная, что они вернутся назад, она сказала, что никто против меня ничего не имеет. И я не против кого. Я всех люблю. Это, конечно, цель вот так вот прожить. Но бывает, когда мы, так сказать, впереди, бывают всякие, так сказать, случаи, когда, да, не всегда все так гладко происходит. Тогда надо учиться принимать критику, учиться, так сказать, из того, что тебе сказали, выбрать главное в следующий раз, если ты поступил неправильно, исправляться или просить прощения. А если видишь, что человек просто, так сказать, ну, вот он так распалировался, и что-то уже говорит, оно уже ни с чем не связано. В таком случае надо уметь этот огонь затушить, и чтобы не получилось так, чтобы ты сказал что-то неправильно, или вошел тоже в состояние, в котором ты уже не будешь вежлив, ты скажешь грубо. То есть, поэтому заранее научиться этот огонь угошать. Я как-то написал стихотворение, которое называется «Носите бремена друг друга». Это место в Писании, Галатам 6 глава, 2 стих. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполкните закон Христов». Бог обещал тем, кто верность хранит, силу на каждый день в жизни дарить. Силу в источнике вечном ищи, сможешь великое в жизни нести. Друг мой и брат мой, проверь сам себя, носишь ли бремя другого от любя. Трудный характер его, грубый тон, если несешь, исполняешь закон. Бремя людей в их недобрых словах, бремя в поступках и лживых в делах. Бремя нести – это значит любить, значит за злое злом не платить. Странен твой друг, не изменишь его. Странность, как бремя возьми на плечо, гневен, шумлив, недоптичен порой. Все же неси, не считайся с собой. Так же, как солнце уж тысячи лет шлет всем тепло, и небесный свой свет. Ты согревай, освещай мир пути, время и боль помогай всем нести. Друг мой и брат мой, проверь сам себя, все, что ты делаешь, делай любя. С радостью рядом таится и стон, будем нести в этом Божий закон. Да, нести, вот именно заранее, так сказать, зная, что тебя ждет, лучше вытащить огонь, так сказать, вот из этого, того, что вот темы, которая здесь разгорается. И тем самым, чтобы как раз в момент, когда разгорается, выбрать все напряжение. И потом, может быть, в другой раз, когда будет совершенно спокойное настроение, помолившись, можно будет друг с другом поговорить. И действительно, то, что полезно, взять для себя или помочь другому тоже исправиться. Потому что не говорить друг другу тоже неправильно. Говорить друг другу важно, но всегда, так сказать, с духом кротости, как в Писании сказано. Так, чтобы человек мог понять, но прежде всего и постараться понять, почему он тебе это говорит. И когда ты поймешь, тебе будет гораздо легче, так сказать, сказать, что ты неправильно сделал, исправляться. Потому что вся наша жизнь такова, что нам есть в чем исправляться. У нас наш идеал Иисус Христос. У нас должны быть чувствования, как у Него. Поэтому будем спокойно выслушать, когда люди нам говорят что-то, и стараться из этого выбирать что-то лучшее, становиться лучше. А чтобы не было руганье, чтобы всегда это было все в мирном тоне. Да поможет нам Господь. Аминь. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok